100% утро Выдающийся Просто повезло Это вот, видишь, я же говорил про фарт Понимаешь, Леш, мы просто долго Сегодня рассуждали Как стать вот таким успешным спортсменом Как стать звездой Естественно, к выводу так и не пришли Но один из моментов был, по крайней мере, мной высказан Что фарт все-таки Если не важнейшая, то крайне важная Но ее еще никто не отменял Удача я имею в виду Поэтому я считаю, что здесь, конечно, очень тоже много зависит То есть лотерейные билеты тоже все твои? Нет Вот в этом мне не везет, но вот то, что касалось спортивной Кореи и моя большая Леш, тогда мы все-таки Поспрашиваем, я сегодня говорил Об этом по ходу нефира Что вот когда встречаешься с человеком Успешным, человеком добившимся чего-то На уровне земного шара Первое, что хочется спросить Это, ну вот, в хорошем В самом хорошем смысле залезть человеку под кожу И узнать, какая должна быть мотивация В жизни, чтобы человек в какой-то момент времени Вот, что называется, залез на Эверест На свою, вот, на вот эту самую вершину мира Вот вы сказали про фарт Вопросов нет, да, без него никак Но, тем не менее, был какой-то момент В спортивной карьере Когда ты понимал, что повезло Что мог бы и не выиграть Ну, как вы сами понимаете Что у нас вид спорта субъективный И, конечно, очень многое зависит от судейства Я был в Афинах, да, я помню Спасибо большое А я смотрел Афины, я тоже помню Да Но я хочу сказать о том, что В принципе, конечно, очень многое зависит от тебя Насколько ты реально вот отработаешь на тренировках Перед тем, как выходить на серьезное соревнование Настолько ты, в принципе, будешь выглядеть так же В глазах и судей, и своих соперников и так далее Поэтому очень многое зависит от тебя Самого лично То есть все-таки А уже потом фарт? Уже потом, конечно, безусловно Это мы так просто шутим Мы говорим о том, что, конечно, удача Там все это хорошо, конечно, но А тебе сейчас... Саша, тебе сейчас ничего не напомнило Тут речь, Алексей Как любого большого спортсмена Все говорят, это дикая работа Это прям реклама Когда он говорит, что человек сам себя делает Ты помнишь? Ну, была реклама Конечно Я не помню, что он рекламировал Но человек сам себя делает Ну, это разве не так? Ну, ведь это же так на самом деле Все выдающиеся спортсмены Вот такая вот история вот этого восхождения Она всегда напоминает историю Золушки в чем-то Ну, то есть я имею в виду сначала дикий труд Сначала абсолютная неопределенность А потом понимание того, что Потом вдруг вот бах Вот озарение И ты чемпион У тебя так же было? Ну, у меня, наверное, все-таки гадкий утенок Наверное, вот это Ну, да Извините Кем хотите Про Золушку это не как Пожалуйста, Леш Да Золушка 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 Золушка, да Не, ну, на самом деле, конечно Когда я пришел в гимнастику Мама меня привела в городе Тольятти И я никаких особых Не подавал надежд И это началось только после, кстати Девятого мая я выиграл второе место В упражнении на прыжке Это было На сорокалетие победы И вот после этого меня как-то замотивировало А ты это помнишь? Я это помню Даже прыжок Как бы я прыгал Ну, простой банальный переворот через коня Но я улетел так далеко Да, что Тебе не могли понимать Тебе звали обратно Да, да Алексей Перейдите С дорожки отойдите А так, в принципе, со всеми турнирами Где был успех То есть они помнятся Где медали удавалось заработать Ну, в основном, конечно, да Ну, основные все старты Которые Они всегда запоминаются Очень Резаются в память сильно А в Тольятти такая крутая школа? Или, ну, просто вот ты В выходе с такой Не, у нас были хорошие Ребята, спортсмены Девчонки были Чемпионки Европы И, в общем-то, были в сборной страны Советского Союза еще тогда Ну И вот из ребятишек я один Ну, из пацанов О какой машине ты мечтал в Тольятти? Или там у всех... Там не было Не было выбора Да, вообще даже Вопрос не стоял об этом То есть только первая машина была Жигули? Ну, естественно АК А, вот так? Да, я с Аки начинал Она не прыгала, как ты? Так же далеко Нет, она вела себя достойно В начале 90-х годов же Был же адский ад в России Ну, то есть Вот эта перестройка Общая нищета Общая неустроенность Абсолютно Или там подобное То есть мне уже Говорили о том, что надо Закругляться Припугивали Да, да, да Ну, мне было очень обидно потраченные годы на то, что я уже в каких-то результатах начал добиваться И все-таки у меня, ну, рост уже пошел И мы на сборы уже начали ездить с тренером и с моим напарником с четвертого класса И, в общем-то, так все закрутилось Поэтому там в классе седьмом-восьмом мне сказали, что все Школу бросать? Не, не, бросать это тренироваться А, бросать тренироваться Потому что со здоровьем Вот, и, в общем-то, я выбрал все равно спортивные дни У тебя нет ощущения, что это... Саша, давай призовем слушателей У вас тоже есть возможность задать свой вопрос четырехкратному олимпийскому чемпиону Алексею Немову 5533 в начале слова «Спорт» Пишите и звонить можно тоже 276-093-2, 276-193-2 Александр? Да, вот не было ощущения, что... Вот сейчас нет ощущения, что жизнь как бы на две части разделилась Я не беру посткарьерную жизнь уже, там, работу, другую, там и так далее Что вот жизнь была до успеха и после успеха Что вот до успеха это дикая работа А когда уже успех состоялся, ты уже... Тебя стали показывать, о тебе стали говорить и так далее Ну, я бы так не сказал, потому что... Стараюсь это не разделять, потому что это одно целое Так же, как спрашивают иногда вот коллеги ваши и мои, соответственно, тоже Потому что, ну, говорят, Алексей, а вот как вот формула удачи, там, и так далее То есть, ну, и там, да, тут нельзя одно отделять себя от другого Поэтому здесь все вместе, оно и дает такой результат Некоторые выдающиеся спортсмены... Я теперь не употребляю термин великий Некоторые выдающиеся спортсмены по итогу, по завершении своей карьеры Очень часто говорят о том, что в какой-то момент все происходило по инерции До того, как начались большие достижения, там, победа на чемпионате мира А потом, типа, на Олимпийских играх Что вот все шло, ты просто вот уже вот как автомат в какой-то момент уже шел к цели Уже вот, ну, в каком-то смысле в хорошем Не прыгать, не тренироваться не могу Да, невозможно Было такое? Ну, как зомби, то есть вот уже на цели настолько... Ты был зомби или не был зомби? Вот был какой-то момент, когда ты был как зомби Нет, ну, мы, конечно, доводили свои упражнения Что ночью разбуди мог делать То есть, это... До этого и мы доводили свои выступления, ну, комбинации Упражнения и так далее Этот факт существует Но, чтобы так прям целенаправленно Так, как в фильме Света Белого не вижу, все вот только это и больше ничего Ну, нет, ну, конечно, это утрирует ребята, наверное, которые говорят об этом И, может быть, такое мнение существует Но, конечно, в тренировочном процессе мы себя, конечно, до такой ситуации не доводили Но было очень тяжело Один известный правец вот рассказывал, вылез, там пропло, там сколько-то бассейнов Выполз из бассейна еще ничего Извините за грубость, проблевался и поплыл обратно И еще 40 бассейнов, да? А, у нас таки были тоже случаи Проблеваться-то, да, это нормально, к сожалению, по-моему Ну, мы же говорим о том, что, действительно, нагрузки такие, что, ну, это, опять же-таки, преодоление себя Это, ну, настолько, вот, нереально тяжело Поэтому меня спрашивают иногда, вот, Алексей, а вот вы детей своих хотите отдать? Ну, это уже следующий чемпионат Да, у нас Юрий позвонился Леша дал сыну роботу, сказал, играй, не надо тебе пока туда 276-0-93-2, 276-1-93-2 Юрия, приветствуем Здравствуйте Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Алексей, вот у меня короткий вопрос Какие нужно магические слова сказать, ну, ребенку Или какие-то магические действия совершить, чтобы возбудить у него интерес к спорту, к соревновательному процессу Вот Пошла изодерика и метафизика Алексей не волшебник Да Нет, ну, Юрий, спасибо вам большое, что позвонили Ну, что можно сказать? Ну, во-первых, вы же родители, вам виднее, что можно сказать Поэтому самое главное сказать, что это, может быть, на каком-то этапе это необходимо Может быть, где-то даже чуть-чуть пинать, подпинывать надо маленького ребенка А может и не чуть А может и не чуть, да, может посерьезнее к этому отнестись Но надо просто любить своих детей Вот сразу видно, Леша не ест чипсы Потому что если бы он ел чипсы, он сказал бы, иди играй, сынок Этого мало Как Рональд Диньо Ну, этого мало, как мне кажется И Рональд Диньо тоже, я думаю, что в свое время папа-то с мамой тоже пинали и сильно Сейчас у нас новости, мы прерваемся на новости спорта Сразу после этого продолжим У нас в гостях четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов Говорить будем не только, естественно, о спорте Но у нас есть целый час, так что мы успеем поговорить не только об этом Но и о журналистике И, естественно, о том замечательном мероприятии, которое нас ждет На котором я уже бывал И с удовольствием пойду снова Новости Страна, мир, спорт Ну, а сейчас ознакомим вас с текущими событиями В студии Дарья Левченко Еще раз здравствуйте И главная тема к этой минуте АвтоВАЗ частично возобновил производство На живописном мосту Москвы может появиться Утро на Спорт.фм 10 часов 19 минут Мы продолжаем 100% утро У нас по-прежнему в гостях Алексей Немов До 11 утра мы с ним беседуем о разных вещах Еще немножечко поговорим о спорте Чуть-чуть А потом все-таки хотелось бы поговорить о вещах уже Ну, не касающихся активной спортивной карьеры Потому что я подозреваю, что, Леш, вопросов тебе на эту тему задали примерно миллион Вот Если не больше Сегодня, кстати, международный олимпийский день А точнее даже всемирный олимпийский день Для людей, которые не только участвовали, Леш, в олимпийских играх Но еще их и выигрывали Действительно, Олимпиада, значит, что-то такое прям особенное, невероятное И вот эти употребимые вещи Там, олимпийский дух, да, там, олимпийская хартия Там, олимпийские движения Они важны Или, ну, это вот все-таки для журналистов больше А мы Это вот турнир, который нужно... Ты по обе стороны баррикад Ты перебыл уже, так что? Этот турнир его нужно просто выиграть, неважно, Олимпиада это или нет Ну, конечно же, планка всегда ставится изначально очень высокая Мы говорим, когда об олимпийских играх Естественно, каждый спортсмен Для него это мечта, да? То есть, как бы, выиграть олимпийские игры И, в общем-то, доказать, что ты лучший Вот сегодня и вот... И вообще И вообще, да Ну, желательно, да Вот, поэтому, конечно, безусловно, эта планка очень высокая И для этого, конечно, очень приходится много работать и пахать Но когда ты все-таки выигрываешь, достигаешь этой цели Конечно, это здорово, это круто И, безусловно, у тебя какое-то некое опустошение в душе идет Потому что, а что дальше? Вот, что выше Что выше, только звезды, как говорится Только второй, третий раз, четвертый раз Ну, да, то есть надо находить в себе силы идти дальше И, несмотря на трудности никакие Нужно идти вперед и, в общем-то, найти в себе силы и мотивацию Для того, чтобы не останавливаться на достигнутой мотивации Но олимпийский день-то будет у тебя отмечаться в себе сегодня? У меня завтра мероприятие, поэтому завтра все я отметим Вот про него обязательно, про твое мероприятие обязательно поговорим поподробнее Потому что соберется огромное количество и друзей Кстати, вот все те люди, ну, ладно, раз уж начали, то уж скажем Ну, на самом деле, лучше, если ты сам о нем расскажешь Но единственное, что я хотел просто сразу спросить Огромное количество людей, выдающихся спортсменов наших Кстати, не наши будут, не россияне Ну, в основном наши В основном наши в этот раз, да Я имею в виду, все это люди, они действительно прям вот Все из них прям вот близко знакомы Или есть просто звезды, которые придут, что называется Ну, в основном это те люди, которых я лично знаю, конечно, безусловно Потому что, ну, обычно я привык самостоятельно приглашать Либо супруга Галина, да, приглашает Потому что, ну, и все знают практически Все знают Мои друзья Вот, поэтому Бывает такое, да Бывает такое, да Вот, поэтому, конечно, придут одни из самых сильных, серьезных И, в общем, да, все нормальные люди Ну, давайте тогда не ходить вокруг да около просто, Леша Скажи, куда придут Значит, завтра в 7 часов у нас вечер, я имею в виду, состоится Мы будем отмечать 10 лет журналу «Большой спорт» Где я являюсь главным редактором уже три года Поэтому будем отмечать это событие С выдающимися спортсменами нашей страны И вообще всего мира И надеюсь, что те люди, которые придут Вызовут интерес у вас средств массовой информации Ну, например, Лена Исымбаева Саша Зубков Альберт Демченко Женя Малкин Леша Морозов Светлана Хоркина Лена Замолочкова В общем, этот список можно будет продолжать Поэтому Это будет очень, мне кажется, интересно Александр Дмитриевич, вот, Жуков Ну, же обещал прийти Поэтому Я думаю, что это будет такой хороший праздник И очередной раз можно будет пообщаться Для того, чтобы поговорить о спорте Смотри, значит, праздник Люди, спортсмены Ну, мужики, в первую очередь Спортсмены Мощные, серьезные, выносливые Пьют много спортсмен? Завтра им будут много Пьют что? Спиртного А, спиртного Да нет У нас на таких праздниках не принято Нет Хорошо Тогда так Завтра, ну, то есть, вот, собственно Само вот это мероприятие Я так понимаю, что помимо того, что речь пойдет о вашем дружеском, олимпийском между собойчике Да, таких больших суперспортсменов Там ведь, вот я просто сейчас в данном случае читаю Там будет, ну, некое количество благодарностей выражено Да, безусловно Это будут люди бизнеса, которые помогают спорту И которые принимают участие в подготовке наших спортсменов На такие серьезные соревнования, как Олимпиаду, Чемпионат мира, Европы, естественно Поэтому это наши спонсоры и те люди, которые своим личным, в общем-то, вкладом помогают спорту Скажи, пожалуйста, приходится в ситуации, да, вот как раз работы со спонсорами, вообще разговоров с богатыми людьми В данном случае, это можно считать, ну, некой в данный момент, особенностью нашей многострадальной Родины Приходится, ну, по сути дела, оперировать собственным именем, собственной репутацией Не столько, то есть люди идут не потому что система, а потому что нужно говорить Я Елена Есенбаева, я Алексей Немов, помогите, нужно, поймите, это нужно для нашей страны Ну, здесь, наверное, все-таки я бы отметил вот такую ситуацию, что в основном это те ребята и те люди, которые в свое время занимались спортом Сами? Сами Но не достигли таких высот, но тем не менее, они, в общем-то, знают, как это непросто И, в общем-то, они достигли больших результатов в бизнесе Поэтому они, безусловно, понимая значимость вот этого всего интереса к спорту И они, конечно, и помогают в полном объеме То есть их уговаривать не надо? То есть, да, здесь, на самом деле, ну, я бы не сказал, что все просто Но, тем не менее, это люди, которые с пониманием относятся к тому, что происходит Задай вопрос Алексею Немову, говорю тебе, слушатель, 5-5 Получай шоколадку Получай ответ от Алексея Немова 5-5, сладкий ответ 5-5-3-3 в начале слова «Спорт», смс-портал, 276-0-93-2, 276-1-93-2 Наши телефоны и ВКонтакте народ тоже пишет Вот такое-то, очень такое простое, честное заявление Алексей Немов, национальное достояние Леш, отвечать не обязательно Алексей Немов, это Газпром Да, да, да Понятно Не, не, я не знаю Я думаю, почему газом пахнет студия Из Ярославской Давай Из Ярославской области вопрос Алексей, день добрый Освещает ли ваше издание спортивное ориентирование? Многие ответы спорта не хуже биатлона летом Из Речной тоже можно сделать, господи Человек заблудился в Ярославской области Но что такое? Пошел человек загребаем Спортивное ориентирование Что это такое вообще? У нас вообще журнал все события значимое отмечает Поэтому я думаю, что... Мы еще поговорим обязательно про большой спорт Потому что мне интересно, с какими проблемами сейчас сталкиваются наши журналы спортивные Потому что их, во-первых, не очень много А во-вторых, тяжело же Потому что развиваться-то в нынешних условиях С точки зрения и вообще успешности издания и так далее Ну, Александр, я вот, знаешь, как скажу Вот я пришел тут три года назад А журнал 2006 года То есть он прошел это серьезное, в принципе, испытание Очень тяжелое Да, и очень непростые времена Которые, конечно, закалили ребят, которые работают там А я пришел, ну, там просто все профессионалы работают То есть, в принципе, там ничего не надо было не менять Тот локомотив, который есть, я просто... Ну, возглавить... Да И поехать Тут ведь можно не возглавить Надо же знать, куда ехать в конечном итоге Все равно же Поэтому там есть специалисты, которые все это понимают и знают Очень грамотные ребята Поэтому мне легко Мы обязательно сейчас вернемся к разговору и к журналу «Большой спорт» И к вопросам, которые уже есть И мы их будем зачитывать Алексей Немов у нас в гостях Через небольшую паузу после новостей Мы вернемся к нам в студию и продолжим Реклама Три кита — это три слагаемых успешные покупки в одном месте Крупнейший в Европе выбор мебели Плюс баллы на карту «Малина» Плюс скидки Крупнейший мебельный центр Европы «Три кита» Выгоды суммируются Подробности на сайте 3kita.ru Играй в пейнтбол все лето Назови пароль «Спорт.ФМ» И получи скидку 10% В сети пейнтбольных клубов МФП Звони 8-495-507-9757 6+. Здравствуйте Мы хотим предложить вам разместить рекламу на радио Так мы уже давно работаем с рекламным агентством «Новое решение» И реклама нашей компании не только слышна по радио Но и видна по телевидению По телевидению? А ролики кто делает? Новые решения и делают Новые решения Российское рекламное агентство полного цикла Собственное производство аудио и видеороликов Производство сайтов Наших клиентов ждут бесплатная аналитика Разработка стратегии и оптимальных медиапланов Заходите на сайт nradv.ru Или звоните 125 0505 Код 495 125 0505 А вакансии там есть? Не подскажете? Квартира в Пятницких кварталах Доступна человеку 22 тысячи рублей в месяц Платеж за ипотеку ЖК Пятницкие кварталы В 10 минутах езды от метро Рядом лес Первый взнос Всего 480 тысяч Звоните 495-241-48 Проектная декларация и условия акции На 5dfskv.ru УАО «Сбербанк России» Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» 620-46-64 Код Москвы 495 Занятия спортом никогда не бывают лишними Но понять это лучше сейчас А не в тот момент, когда за вашим толстым, тяжело дышащим телом Будут гнаться полдюжины зомби Актер Вуди Хташковки 10 тысяч шаров 1000 призов 100% азарта 10 финалистов И один суперпобедитель 27 июня приходи в парк «Сокольники» И выиграй 100 тысяч рублей Лови 100 тысяч-тыщ-тыщ На «Спорт.ФМ» Утро вечера мудренее Это 100% 100% Утро На «Спорт.ФМ» В Москве 10 часов 34 минуты И перед тем, как продолжить наш разговор с Алексеем Немовым Небольшая, но важная информация для тех, кто следит за теннисом На «Эмблдоне» началась квалификация На самом главном травяном турнире сезона И самом старом турнире «Большого шлема» И в том числе в квалификации принимает участие наш Александр Кудрявцев Он сегодня проводит свою встречу против 178-й ракетки мира Матиаса Бурка И матч нас, конечно, сам по себе интересует с точки зрения результата Так вот, если вы хотите сыграть на этот результат То разные бухгалтерские конторы предоставляют вам разные коэффициенты 1xbet предоставляет 1,91 1,83 У Бет-365 У Уильям Хилл 1,83 А это, между прочим, британская контора Она следит за «Эмблдоном» Ну, у Винлайна коэффициент выше 1,92 Так что можно попробовать поболеть за нашего Поболеть за своего И для этого есть такая возможность СМС из Самарской области Алексей, когда приедете на родину, ждем Во-первых, Алексей Немов у нас в студии, если вдруг кто-то забыл Четырехкратный олимпийский чемпион Спасибо, Рюк Ну, на самом деле, я только приехал из города Сызрень Где открывал свой пятый юбилейный турнир по спортивной гимнастике И, конечно, некие были проблемы перед тем, как его открывать Потому что была возможность вообще, чтобы этот турнир не прошел Но, тем не менее, благодаря моему другу Алексею Гришину Это министр строительства Самарской области Который занимается сейчас подготовкой к чемпионату мира И строит замечательный дворец Футбольный Стадион, да Вот, поэтому, благодаря его, так сказать, инициативе Этот турнир прошел, и все довольны В общем, все хорошо Ребята есть? Ребята есть хорошие И, в общем-то, нужно развивать спортивную гимнастику И чем больше мы будем спортивных залов строить Гимнастических, тем будет лучше И не только для спортивной гимнастики Но и для любых видов спорта Потому что из гимнастики можно уходить, как вы знаете Ну да, развивающие гимнастики В любой вид спорта То есть это ОФП, в общем-то, это Для каждого ребенка это очень полезно Тут очень хороший вопрос, как раз в тему От Алексея Фролова в нашей группе ВКонтакте Алексей, все гимнасты очень подтянуты и накачаны Они дополнительно занимаются в спортзале Принимают добавки или мышцы чисто от гимнастических упражнений? От добавки никакие не принимал я лично никогда И работал только со своим весом Может быть даже с отягощением Для того, чтобы физуха была нормальной То есть дополнительно, все равно, помимо упражнений на снарядах Да, конечно, есть специальные упражнения Для того, чтобы закачивать, допустим, крест на кольцах Чтобы его удержать, нужно раз 10 вначале дожать А потом уже держать Ну, это специальная такая, конечно, тренировка Есть тренер, тренер помогает А потом ты сам это делаешь В общем-то, это такой серьезный такой А надо легким быть все-таки? Полегче? Или все-таки со своим весом? По идее же, если ты легче, то значит, это лучше? Ну, все же зависит тоже от структуры тела Вот и я длинный всегда был Поэтому я в основном брал технику Подожди, но длинный не смысл роста, ты имеешь в виду? И рост тоже, ну, конечно, я так... Не-не-не, я думал, может быть, ты между мышцами, да? Что-то там еще Да, и мышцы тоже, соответственно Чем длиннее рычаг у тебя Тем сложнее держаться Ну, допустим, крест на кольцах делать Поэтому для меня всегда проблематично было Упражнение на кольцах Поэтому у меня плечи немножко... А, ну да, на суставы нагрузка Ну да, да, поэтому приходилось очень много качаться Для того, чтобы, ну, ту программу, которую нужно было выполнять Вот с этим, кстати, еще вопрос на эту же тему Пару слов от Сергея, тоже нашего постоянного слушателя На что надо обратить внимание при работе на гимнастических брусьях? До сих пор пытаюсь на них болтаться Это что, трицепсы? В первую очередь Да, самое главное, чтобы человек болтался Болтался и не по дворам, да? Побольше отжимался Нам нужно просто и... И, кстати, обратили, и тут же... И тут же, опа, уголок И чуть не сломал нам кресло А вытачивал, вытачивал кубики Они сами пришли просто и сели, легли там, я не знаю Подожди, ну вот там с коллегами, да, там с партнерами по команде Что-то там мерили, типа у меня вот получше У меня вот как у Брюса Илья, у тебя как у Люка Энга пока Да не, мы же все как на подвор практически были У всех одинаково, все Ну, я именно кроме... не буду... А были люди действительно с какой-то выдающейся мускулатурой вот в этом опыте? Да, безусловно Растет так, что не остановить, да? Растет, которые просто... ну, монстры в этом плане Растет мышечная масса, да Кольцевики такие, что делали такие вещи, что и не снялось никому А, ну, с другой стороны, вот так на кольцах хорошо, а там, скажем, да... А на коней-то не мог, потому что мешало вся вот эта... Руки за спины не мог, а человек... Бишев все мешает Да, мама звала маленького Лешу Немова домой Он говорил, мам, дома хорошо, на кольцах лучше Пришел тренироваться Да, и качался А в те времена это же можно было сделать только в зале То есть, я имею в виду, не было же качалок еще или уже... То есть, ты занимался там же? Не, уже начали появляться, но я, в принципе, никогда не работал со штангой Только для того, чтобы, так сказать, чтобы рост у меня не шел Потому что был переходный период И потому что, когда ты растешь, и техника ломается И я, чтобы нет, со штангой ходил Ничего себе! Прыгал, бегал, чтобы мне высоким слишком не быть Слушай, ну а ноги все равно отстают ведь, да? Нет, у нас все мышцы задействованы То есть, там, да? Ну икр, бедра, ну нет же, ну... Крылья, ноги, хвост Это у нас все, у нас 6 нарядов И на разные группы мышц Все, и прыжки, и кольца, и брусья перекладина Слушай, такой специфический вопрос Ну, чтобы вот... Ну, может быть, как-то, я не знаю, он будет и итоговый А может быть, нет, я имею в виду в плане именно самой спортивной гимнастики Простись, он будет чуть болезнен, потому что я знаю, что ты абсолютный чемпион мира Да, абсолютный олимпийский чемпион Именно в многоборье Да Мне очень интересно от тебя именно услышать Можно стать олимпийским чемпионом, выиграв один снаряд сейчас И это тогда можно было, но сейчас Немножко девальвировался, обесценился титул в многоборье В этом смысле Одна медаль и 6 нарядов Абсолютно, Саша, согласен с вами Потому что, ну, должны все-таки как-то дифференцировать Абсолютное первенство и... И по отдельным видам многоборья Ну, так ты вот чистый кольцевик, ничего больше не умеешь, да, условно, да? Да, ты попал в команду, допустим, вот И все, и один снаряд, два сделаешь, и все И ты тоже олимпийский чемпион Да, ну, никого не волнуй Смотрите, это так же, как в фигурном катании, да, командное, получается? Ну, нет Немножко по-другому там, да Здесь снаряды-то разные Здесь вот ты подготовился чисто на одном снаряде Вот ты на нем выступил лучше всех И тебе при этом не надо быть там... Многоборцем Многоборцем А раньше для того, чтобы пойти в финал на снаряд Нужно было идти в многоборье, когда я выступал Вот, а сейчас уже, конечно, уже все по-другому Ну, и правила сделали так, чтобы очень много было конкуренции А ты когда сказал про строительство там залов, да, чем больше, тем больше спортсменов Это все естественно А есть какие-то вот технологии, вот реально высокие технологии для гимнастов? Вот что-то такое новое, что вот, скажем, сделали совсем недавно Чего не было тогда, да А сейчас есть Ну, или есть, возможно ли там что-то такое сделать? Или турник, он и есть турник Там и кольца, и есть кольца Поменялся у нас прыжок опорный Раньше был он такой продольный, да А сейчас он такой интересный А, конь, не знаю, да Платформа сама поменялась, да Поэтому, ну, я считаю, что для школы Я имею в виду для обычной среднеобразовательной Прыжок через коня должен, ну, через козла должен остаться такой же Через козлов надо уметь прыгать, это точно К тем более козлов, они не обращают внимание на них Кстати, много их в жизни попадалось? Ну так, честно Или козлих все-таки больше Нет, нет, я имею в виду людей, которые мешали, завидовали Мешали жить, мешали работать, мешали двигаться Помимо судей Вы знаете, честно говоря, все бывало Ну, я особо старался не обращать на это внимание Потому что если на все это обращать внимание То, соответственно, дело будет страдать Поэтому собаки лают, караван идет Поэтому надо спокойно к этому относиться В общем-то, люди разные, конечно, бывают Но, тем не менее, надо знать, что делать Александр нам дозвонился Александр, доброе утро Доброе утро, Максим, Александр, Алексей Доброе утро У меня вопрос такой Я, ну, вот, начал увлекаться спортом Смотреть Олимпиаду, ну, в трансляции Именно в тот момент, когда вы выступали за сборную России Вот И когда вы ушли У меня страдки такой сложился Что мы вообще лучшие в этом И у нас вы уйдете И придет на ваше место по-другой Вот Вы же так вот не только были По-моему, еще и команда наша была Тогда абсолютно, ну, чемпионами Олимпийских игр Командам Да, все равно что это было Вот И когда вы ушли И какое-то непонятное сразу такое образовалось Почему Вот У нас же после того, как вы ушли По-моему, даже ни одного золота не было Да, вот даже в личных, по-моему, результатах Если я не ошибаюсь Но у мужчин, да У мужчин не было Вот И Вот почему так получилось Если вы всегда считали, что Россия в гимнастике Это супер Там, да, держала То есть, проще говоря, куда спад-то почему случился, да? Нет И вот Это почему Вот у меня вот два мнения Я считаю, что лучшие спортсмены Это все-таки, ну, это не талант А именно трудолюбие Потому что недавно смотрел ролик тренировки Реала И Криштиана Роналду Все сжимались просто А Криштиана Роналду еще успевал в ладоши при этом хлопнув Ой, ну ладно вам Что вы думаете, он прям сам А никто больше не мог, что ли? Это было просто прописано Знаете, я один раз так попытался Ударился До ста процентов азарта осталось пятнадцать минут Они выложатся на все сто процентов Александр Кузмак и Максим Трусов Сто процентов утро на Спорт-ФМ А у нас нет выбора В присутствии Алексея Немова Мы не можем не выложиться на сто процентов Леш, еще раз доброе утро Доброе утро И вопрос Мы начнем с того, о чем нас спрашивали слушатели Как раз о том, что после схода со сцены Целого поколения наших гимнастов У тебя в первую очередь У нас образовался вакуум своеобразный И что с этим делать, на твой взгляд? И что делается? И что ты сам сейчас наблюдаешь, видишь? Новые школы, может быть, какие-то появляются? Ну, уже много раз об этом говорили Просто после моего ухода Ну, нашего ухода с Светланой Хоркиной И, в общем-то, той плеяда поколения Которая росла в советское время И воспитывалась в Советском Союзе На озере кругом в спортбазе На советских турниках? На советских турниках абсолютно Коврах и так далее Кольцах Вот, поэтому, конечно, очень много людей Наших специалистов, тренеров Ехало за рубеж И, соответственно, мы сейчас конкурируем Сами с собой И приезжая на чемпионат мира Или олимпийские игры Такое ощущение, что ты приехал На чемпионат Советского Союза Поэтому вот такая история происходит Почему у нас Это, наверное, я ответил на тот вопрос Который Александр задавал Так Вот Что касается сегодняшней ситуации Спортивной гимнастики Конечно, с приходом ВТБ Ребята, конечно, очень много сделали Для спортивной гимнастики Нашей страны Потому что обновили Практически 80-90% Всего оборудования Спортивной гимнастики В нашей стране Это очень важно То есть мы должны работать на хороших снарядах Для того, чтобы грамотно и правильно показывать технику Леш, вот вопрос очень важный Потому что его зачастую задают футбольные наши Звезды прошлого Хоккейные Они говорят, да, поля с телем Дворцы строим Кадров не хватает Очень-очень сильно Тренеров не хватает Что в спортивной гимнастике с этим? То же самое Та же история В сборной вроде бы все более-беденормально Но на местах все равно не хватает специалистов Которые бы реально Могли бы везти Вот ребят Не хватает финансирования Для того, чтобы выезжать на сборы Ребят молодым Поэтому И перспективным Поэтому, конечно, здесь Всего хватает Но, тем не менее Я хочу сказать, что Мотивация у ребят есть Потому что, если ты Звоевал звание чемпиона Европы, мира И Олимпийских игр То у тебя вся материальная составляющая Есть для того, чтобы ты не думал ни о чем А просто работал дальше на результат И это, мне кажется, очень хорошее поспорие Для молодого поколения То есть, если есть результат У нас сегодня не жалеют денег на спорт Особенно, когда ты показываешь выдающиеся А секции бесплатные? По художественной гимнастики? Ой, художественной господи Да, можно По гимнастике Нет, там есть, но небольшие деньги Платишь для того, чтобы твой ребенок занимался Вот я плачу, допустим, в Москве 500 рублей Допустим, да В месяц? Да, нет, в день Занятия Занятия тоже слишком Где-то 300 Вот То есть, ну, везде по-разному Поэтому, конечно Гимнастика, он не такой дорогой вид спорта Но, тем не менее, все равно Все платно А сколько раз в неделю? Сколько раз в неделю оптимальный количество трениров? Два-три раза, вот, для детей, там, начиная с шести лет Полтора часа, там, да? Два Полтора часа, да То есть, достаточно для того, чтобы ребенок развивался физически Скажи, пожалуйста, вот это уже такой общечеловеческий вопрос Я сам был свидетелем тому, как Светлана Хоркина Будучи там на нашей акции «Олимпийские уроки», которые мы проводили с Олимпийским гимнатетом в России Мы были в Казани, как раз и приехали в гимнастический зал И Света, увидев, как там занимаются дети Сбросила свои туфли Вот, и босиком пошла прямо туда, непосредственно на помост И давай одному объяснять, второму, тут что делать, тут что делать Она, у нее по-прежнему, у меня такое ощущение, что она внутри себя по-прежнему еще, вот, когда она это видит Она возвращается постоянно ментально на туда, вот, на помост Она вот через это все Ты когда смотришь соревнования, ты когда видишь, что происходит Ты тоже, у тебя тоже дежавюл постоянная? Или ты уже как-то посмотришь со стороны? Да нет, наверное, все-таки я уже поостыл, потому что Я плачу, ухожу Я, да, сразу Устал, проще говоря Нет, на самом деле, нет, я не устал, я просто, ну, по-другому это воспринимаю Там, женщины это... Эмоциональнее Эмоциональнее, да, они по-другому это воспринимают, поэтому Нет, конечно, ты, безусловно, представляешь, как ты в свое время делал Ну, ты злишься, когда видишь наших, которые там проигрывают, не делают что-то Ты понимаешь, ну, не работает он так, как я работал Досадно бывает, потому что все-таки хочется, чтобы наши ребята выходили, делали свои упражнения от начала до конца И, в общем-то, на очень хорошей амплитуде Но я хотел бы еще вот добавить тот момент, что действительно у нас не хватает все-таки спортивных гимнастических залов И вот я очень рад за своего друга и коллегу Антона Голоцузского, за который вот недавно они открыли гимнастический такой зал общей физической подготовки Олимпионик называется, на автозаводской Это не там, где построили дворец? Это не там же, где Дарьяна Леген, тут весь комплекс Да-да-да, вот рядом с этим комплексом, поэтому всех приглашаю записаться, потому что я считаю, что И уже говорили мы с вами об этом, что гимнастика это ключ ко всем видам спорта Особенно для детей, это очень важно дошкольного возраста То есть там кувырочки сделать туда-обратно, да, то есть шпагатики, по канадику полазить, побегать, попрыгать То есть это координация, то есть, ну, это все, в общем-то Дадим время слушателям 2760-93-2, 2761-93-2, Андрей ждет давно, доброе утро Андрей, говорите Здрасти Алло Да, говорите, Андрей Алло Да Александр, Максим, Алексей Доброе утро Добрый день Здрасти Хочу сказать первое, что Александр и Максим, вам большое спасибо за вашу передачу, очень интересно Спасибо Очень профессионально Это правда Спасибо, спасибо Алексей, вам большое спасибо за ваши победы Вот, хочу выразить вам большую признательность и восхищение вами У меня такая история, в 98-м году я лежал в ЦИТО в Москве И в одной палате был ваш коллега, не помню, честно говоря, давно уже было, как звали мальчика Все они лежали в ЦИТО в разное время, и вы как раз приходили к нему проведать его Что меня поразило, во-первых, простота и ваши руки На ваших руках не было ни одного жилого места, то есть там были одни мозоли Вот Вы пожали мне как бы руку, эту историю всегда рассказываю всем своим друзьям, очень рад такой встрече Вот Спасибо Вам большое еще раз спасибо за ваши победы Руку вам не сломал, как дожил? А я сразу вспомнил место встречи, ведь нельзя, карп, ты на руки-то его посмотри Да, да, да Сейчас Нимов пошел сыграл нам что-нибудь на пианино, да? Что, зажили молодость огромная? Да, уже вот колготки в жены не рвутся И чулки тоже, да? Кстати, да, Бердович По жену есть сообщение, а Замзам спрашивает Какие ощущения на Олимпиаде чувствовали? Я знаю, что ваша супруга в Москве вот-вот родит Она уже родила, я успокоился и потом выиграл шесть медалей Слава Богу, спасибо ей огромное Да, ну вообще, конечно, тяжело Это вообще, конечно, отдельный разговор, говорить с супругами больших спортсменов Потому что, мне кажется, нервная нагрузка у них выше, чем у самих спортсменов всегда Абсолютно нервная Столько достается Вообще, как это нужно, чтобы через все это пройти? Ну что, нам остается только напомнить в конце нашего сегодняшнего эфира Что завтра, собственно, Большой Сурнал Большой Спорт проводит большой прием А, кстати, где? Давай еще раз напомним Извести Холл в Москве Где будет огромное количество знаменитых спортсменов И Спорт.ФМ будет присутствовать на этом мероприятии в качестве информационного партнера И мы, естественно, вам об этом все расскажем На этом все у нас Наша программа подошла к концу Алексею огромное спасибо и удачи Спасибо вам, ребят Максим Трусов, Александр Кузмак Встречимся с вами завтра в 7 утра Всем пока, счастливо Реклама Знаете, как надежно сохранить деньги? Время принимать простые решения Вклады в Локобанки до 15% в рублях и 6,5% в валюте Просто высокие ставки КБ Локобанкзао Генеральная лицензия ЦБРФ 2707 Окей, бизнес-кар Как выгодно купить Тойота РАВ-4 До 30 июня в Тойота Центр Рублевский, Каширский, Бица, Лосиный остров, Серебряный Бор и Левобережный Тойота РАВ-4 от 998 тысяч рублей, а также выгода 100 тысяч рублей по программе Trade-In Семь восемь четыре и шесть два ноль шесть Код Москвы 495 Семь восемь четыре и шесть два ноль шесть Цена за комплектацию классик Подробности на сайте toyotabc.ru Организатор ООО «Тойота Мотор» С 25 мая по 30 июня покупайте в Оби на сумму от 2000 рублей и получите суммарную скидку до 10 тысяч рублей на будущие покупки Подробности об организаторе акции «Порядки, место и времени ее проведения» в магазинах Оби и на сайте obi.ru Акция действует с 25 мая 2015 года по 31 декабря 2015 года Окей, бизнес-кар, что такое счастье? Счастье – это новая Тойота с выгодой до 650 тысяч рублей Только с 26 по 28 июня в Тойота Центр Рублевский, Каширский, Битца, Лосиный остров, Серебряный бор и Левобережный Счастливые дни Тойота Звоните 784-6206, 784-6206, код Москвы 495 Подробности на сайте toyotabc.ru Организатор ООО «Тойота Мотор» Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» 620-46-64 Код Москвы 495 За свою жизнь я промахнулся много тысяч раз Я проиграл сотни игр Около 30 раз, когда команда доверяла мне последний бросок, решающий судьбу матча Я промахивался Я терплю поражение день за днем И именно поэтому я чемпион Американский баскетболист Майкл Джонс